История Культурного Центра Наша школа номер 2 была построена первой в поселке, хотя считается номер 2. Только через 5 лет построили школу номер 1, которая сейчас пятиэтажная современная школа. Ну, номер 2 так и осталась за нашей школой. Мало кто знает, что до 1965 года школа номер 2 на самом деле была под другим номером – 561-я школа города Москвы. Для 300 учеников она открыла свои двери в 1950 году. Первый директор школы Фёдор Матвеевич Горлов вёл драматический кружок в школе. Под руководством ученика легендарного Станиславского ребята сами шили себе костюмы и делали декорации. Краеведу Михаилу Завьялову довелось участвовать в тех постановках. У нас был театр, я там помню, в бане Маяковского играл там простратчик Ночкина. Уже после, в 1955-м, в Видном появилась школа номер 1. Она была гораздо больше, в ней училось почти 900 учащихся. Отличительной особенностью школы стали большой пришкольно-опытный участок и оранжереи, в которых ученики сами выращивали овощные и плодовые культуры. А вот маленькие жители Расторгуева учились в те годы в школе номер 6. Правда, поначалу, с 1929 года она располагалась на улице Вокзальной, а уже потом, в 1971-м, переехала в здание на Ольгинской. Сюда ходили дети из Федюкова и Калиновки, а также домов на Ольгинской, где жили работники заводов. Это дома заводов, кожзавода имени Кагановича, затем картонажные фабрики, где выпускали картон и упаковку, да, и фабрики Парижской коммуны, где делали обувь. И вот все эти дети из рабочих этих поселков ходили в шестую школу. Ну а вечером после работы и учебы все от мала до велика спешили в клуб. Так в ту пору называли заводчане районный центр культуры и досуга. Там занятия по душе находили буквально все. Мой папа пел в хоре заводском, мама приходила туда со своими ребятами-учениками, она преподаватель географии в второй школе, Кондратович Раида Александровна. Она преподавала еще рисование, еще хотела, чтобы дети ходили туда рисовать. У нас великолепнейшая была из-за студии. После занятий в клубе заводчане любили гулять по школьной. И вдыхать необыкновенный аромат, который исходил от высаженных вдоль всей улицы лип. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.